Доброе утро! Лекарства, которые я принимаю, которые я получаю и всё вот это вот. Итак, сейчас я получаю лекарства максимально неудобно, мне за ними приходится ходить два раза. Первый раз мне приходится ходить к врачу, чтобы он мне выписал рецепты, отдал их в регистратуру, там поставили печать на них, потом часть я получаю на руки, часть мне приходится заказывать. Вот, и второй раз мне за ними приходится ходить. И знаете, каждый раз, когда мне становится лучше, я знаю, что эта проблема есть не только у меня, но и у остальных людей, которые принимают лекарства и, возможно, даже в большей степени, чем у меня. В общем, приходит такой момент, когда у тебя возникает ощущение, что, ну, мне же нормально, мне же хорошо, я, наверное, не буду пить больше лекарства, потому что, наверное, уже ренисия, наверное, я уже в неё вошёл и всё хорошо. Можно не принимать. И тебе действительно нормально некоторое время, но через это некоторое время тебе снова становится хуже. И когда становится хуже, ты начинаешь и шпановы принимать эти лекарства, они перестают тебе помогать, либо помогают уже не в той степени, в которой они помогали тебе до этого. То есть ты не пропил курс в полной мере, и из-за этого тебе стало в несколько раз хуже. Ну, ничем было вначале, да, но чем могло бы быть. Поэтому, поэтому я призываю вас ни в коем случае не отказываться от курса лекарств. Если только эти лекарства не вызывают какие-то очень сильные побочки, с которыми вы не можете справиться, там... Ну, бывают такие побочки, типа, кто принимает, тот знает. И обязательно обо всех побочках говорить врачу, потому что врач скорректирует ваш курс, скорректирует ваши лекарства и приём лекарств. Вот, и из-за того, что я в последний раз, когда перестала принимать лекарства, снова начала их принимать, я не могу выйти на тот уровень, скажем так, позитива, какого-то вот положительного настроя, на который меня вывели в стационаре. И это очень сильно влияет на работу, на трудоспособность, это сильно влияет на то, как я себя чувствую и что в целом я ощущаю. Это влияет на мои сны, это влияет на мои действия, это влияет даже на мысли. Ну, в том числе и на галлюцинации, которые у меня так и не прошли, хотя стали меньше, тут не поспоришь. Вот, в связи с этим, скорее всего, я скоро снова начну ходить в дневной стационар, может быть, меня вообще положат в стационар, хрен его знает, но я надеюсь, что этого не будет, потому что откуда мне брать деньги в этом случае, я не знаю. Единственный плюс, который я из этого извлекаю, я, в принципе, всё ещё остаюсь довольно общительным человеком, тем человеком, которым меня сделали лекарства, по крайней мере, я так считаю. И это позволяет мне в ПНД познакомиться с новыми людьми, даже не в ПНД, там, отдельно от ПНД, на работе, например, ещё где-нибудь. И, в принципе, я могу, как бы, надевать, скажем так, маску, эту маску весёлости, позитива и контактировать с людьми, сосуществовать с ними, да. Но я не чувствую себя таковой, я не чувствую себя человеком, который может ни о чём не задумываться, который может дальше, как было, как в той песне, она идёт по жизни смеясь, да. И если у кого-то, кто сейчас принимает лекарства, возникает желание бросить лекарства, потому что ему стало лучше, не ходить к врачу, и он думает, что от этого это состояние останется на том же уровне, ну, нет. Пожалуйста, принимайте лекарства, не совершайте магических ошибок, ошибок тех, кто эти ошибки уже совершил. Потому что потом может быть такое, что лекарства вам по-новому будут подбирать очень и очень сложно. Недолго. И мучительно, и болезненно, и придётся опять пройти через кучу-кучу побочек, которые вам нахрен не сдались. Вот. Пожалуй, я на этом закончу видео. Оно получилось коротким. Не таким, какие... Какие видео я вам обычно снимаю. Но, надеюсь, основную мысль вы уловили и не будете идти на поводу у своего желания не пить таблетки и у тех людей, которые говорят, что только спорт вам поможет. Спорт, он может помочь поднять настроение на короткое время и только в купе с лекарствами. Если вы ментально больны. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, если у вас возникают или возникали такие проблемы. Давайте всё-таки посмотрим, сколько нас, таких людей, здесь собралось, на моём канале. Хотите ли вы дальше видосы про какое-то вот такое внутреннее состояние, про лекарства, собственно говоря, да? Либо вы хотите что-то другое, что-то ещё. Подписывайтесь на канал, чтобы мы с вами не потерялись, потому что, ну, звенит январская вьюга, теряют люди друг друга. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Да. Подписывайтесь на мой бусти, если хотите меня поддержать, но осторожно, там контент 18+, В перемешку с песнями, в перемешку с фотками. Выбирайте аккуратно. И добавляйтесь обязательно в телегу. В телеге мы общаемся. Я туда постчу новости, которые не входят ни в инстаграм, ни на ютуб. Просто тупо контент для телеги, для тележеньки. И всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения, ментального здоровья. Всем удачи, всем пока.